В Димитровграде в лагере «Юный» завершился 13-й межрегиональный фестиваль медиа и журналистики «Информат». Целую неделю 162 младых журналиста из 8 регионов страны учились работать на камеру и писать интересные тексты. В этом им помогали журналисты региона, а также гости из Москвы, ведущая программы «Утро России» и журналист Елена Николаева. Ну а проводить грамотное интервью молодежь практиковалась на губернаторе. Глава региона прибыл в Димитровград, чтобы пообщаться с начинающими журналистами. Как признался сам Сергей Иванович, вопросы оказались далеко не детскими. Сергей Иванович, на ваш взгляд, другим регионам России есть чем учиться в Ульяновске? Что делается в Ульяновской области для того, чтобы закрепить молодых выпускников педагогических университетов на работе в школах? Будет ли как-то развиваться железнодорожный транспорт? В частности, будет ли проведена электрификация? Ребята интересовали вопросы развития промышленности, сохранения культурного наследия, поддержки волонтерства. Спустя некоторое время интервьюеры осмелели и задали более личные вопросы. В частности, кем хотел стать губернатором в детстве и хотел ли когда-нибудь покинуть малую родину? Где-то в лет 15-16 я чувствовал, что я хочу послужить в военном морском области. Я просто грезил море путешествиями. Я знал наизусть все путешествиями. На вопрос, как стать успешным, глава региона посоветовал читать научно-популярную литературу и фантастику и никогда не опускать руки. Если хочешь быть успешным, читай фантастику. Читайте фантастику, потому что совсем скоро это станет реальностью. Не опускайте руки, ребят. Не только при развитии своего бизнеса, вообще в целом по жизни не опускайте руки. Нельзя быть этим нитиком, нельзя быть человеком, который от каждой проблемы сразу, так сказать, обморок падает. Вот нужно быть уверенным в себе. Разговор завершился общим фото и награждением. Вместе с организаторами конкурса губернатор наградил победителями жрегионального конкурса начинающих журналистов «Новый взгляд». Анна Тищенко, новости Ульянской правды. Анна Тищенко, новости Ульянской правды.